Могут ли стейблкоины обрушить рынок крипты? Почему я считаю, что стейблкоины это одна из главных опасностей для будущего крипторынка? Опа! И может ли такой стейблкоин, как USDT или USDC, которые занимают 8% общей капитализации всего крипторынка на секундочку, стоить, ну, скажем, ноль? В этом видео мы с вами будем разбираться, какие риски существуют при использовании стейблкоинов, как обезопасить себя от этих рисков и как вообще жить в этой вашей крипте, где все такое себе нестабильное. Итак, поехали! Для начала разбираемся с терминологией. Что такое стейблкоины? Я думаю, вы уже знаете. Это аналог фиатной валюты, только в криптомире. То есть мы берем с вами стабильный коин и говорим, что он у нас всегда равен 1 доллару, либо 1 евро, для того, чтобы нам было удобно торговать другую крипту всеми этими нашими битками, эфирами и прочими щиточками. Какие у нас бывают вообще с вами виды стейблкоинов? Есть виды глобально стейблкоинов централизованные, есть децентрализованные. Смотрите, в чем фишка? Децентрализованные стейблкоины, они основаны на алгоритмах. Как правило, там в обеспечении берется какая-то другая крипта. Если честно, я бы вообще не рекомендовал их вам использовать. Для чего вообще сделаны децентрализованные стейблкоины? Они сделаны для того, чтобы обходить разные санкции, запреты, как правило, использовать за всяких темных, мутных дел. Если вы законопослушный человек, если у вас нет проблем с налогами, если у вас нет проблем с полицией, то я бы вообще не рекомендовал вам использовать децентрализованные стейблкоины. Потому что если в какой-то момент алгоритм пойдет не по тому месту, то вы просто потеряете все свои деньги, как это было со стейблкоином UST, проекта Luna Terra, когда просто произошел сбой в алгоритме. И, собственно, произошла мега-печать токенов Luna, из-за этого инфляция, из-за этого токен UST, который был стейблкоином, стал стоить примерно 0 и укатался на 99%. Если с децентрализованными стейблкоинами все более-менее понятно, они вроде не очень надежные и особого смысла использовать их нет, то что же с централизованными стейблкоинами, такими как USDT, USDC? Ведь они обеспечены, как правило, обеспечены облигациями федерального займа США, либо же какими-то другими ценными ликвидными активами. Могут ли в них быть какие-то риски и могут ли действительно USDT или USDC соскамиться? Для начала давайте еще раз закрепим термин. Что такое централизованный стейблкоин? Это стейблкоин, у которого есть какой-то эмитент. Для USDT это будет эмитент Tether, то есть это компания, которая выпускает эти стейблкоины и контролирует их эмиссию. Для USDC это компания Circle, которая также выпускает и контролирует эмиссию токенов Circle. Но прежде чем мы с вами обсудим, чем обеспечены стейблкоины и почему мы можем им доверять, хотя бы на какой-то небольшой промежуток времени, давайте я вас приглашу подписаться на наш замечательный телеграм-канал. Ссылка находится под этим видео. Если вы увлекаетесь темой крипты, крайне рекомендую перейти, подписаться, включить уведомления. Там много полезного материала, рассказываю, какие сделки вхожу, что покупаю. Плюс много там полезных статей, постов, подкастов и в целом контента по теме крипты. Все раз переходите, подписывайтесь. Буду рад вас там видеть. Ну а мы с вами продолжаем. Чем же у нас обеспечены стейблкоины и почему нам говорят, что USDT или USDC мы можем верить? Говорим с вами конкретно про Tether. Tether был создан в 2013 году на блокчейне биткоина через протокол OmniLayer. Сейчас он выпущен на различных блокчейнах. Там есть TRC, есть ETH, есть ARBITRUM, BINAS Smart Chain и так далее. Эмиссией токенов, как мы уже с вами сказали, занимается Tether Limited. То есть мы им даем доллары, они нам дают тезеры. Отличный обмен. Мы им реальные деньги, они нам какие-то криптофантики. Великолепный план, Уолтер. Надежный, как швейцарские часы. Теперь самое интересное. Чем у нас с вами обеспечены тезеры? 82,4% это наличные и краткосрочные бумаги. То есть здесь подразумевается облигация федерального займа США, что практически то же самое, что доллар. Дальше. 4,6% это корпоративные облигации, фонды и драгметаллы. Ну, в принципе, тоже более-менее адекватные активы. Дальше. 9% это обеспеченные займы. Вот здесь очень мутная история. Как бы кому, какие займы, под какие проценты. Непонятно. И еще 4% это другие инвестиции, включая токены. Здесь речь идет, вероятно, о биткоинах, эфирах и другой крипте, которая содержится на балансе тезера. Теперь берем данные от USDC. USDC у нас появился в 2018 году. Также существует на множестве разных сетей. TRC, ETH, Binance Chain, там и так далее. Его создала компания Circle совместно с биржей Coinbase. И в чем отличие тезера от Circle? Вот такое прям принципиальное. То, что Circle в Соединенных Штатах Америки, которые все-таки являются лидером этой индустрии, более зарегулированы, более централизованы. И в какой-то степени, можно сказать, более безопасны. Просто потому, что Coinbase это компания, которая уже торгуется на бирже. Coinbase это компания, которая уже контролируется SEC. Но там тоже есть свои тонкости, о которых мы с вами поговорим. И это не говорит о том, что USDC на 100% безопасный стейблкоид. Касательно обеспечения. Circle держит резервы USDC в кэше и краткосрочных американских облигациях. Соответственно, здесь 22% кэша и 78% краткосрочных казначейских облигаций США. У USDC, вот чисто по цифрам, обеспечение лучше. Почему? Потому что у него все кэш, либо краткосрочные облигации. Для тех, кто вдруг не понимает, что такое облигации федерального займа США. Это бумаги, которые выпускает Министерство финансов США, по сути, одалживая деньги у других организаций, либо у других людей. Мы говорим о том, что облигации федерального займа по своей надежности, они эквивалентны просто бумажному доллару. Ну, потому что если вам государство Соединенных Штатов Америки не выплачивает проценты по долгам, либо не выплачивает тело ваших облигаций, то оно объявляет дефолт. И мы говорим о том, что такого государства, скорее всего, уже не будет. Америка. Это крутая страна. И казалось бы, вроде и цирка зарегулированная компания, и у тезера более-менее адекватное обеспечение, и они все давно существуют. Но какие у нас действительно есть опасности с точки зрения стейблкоинов? Я выделяю их несколько. Первое. Это давление от Соединенных Штатов Америки. В первую очередь, именно на компанию тезер. То есть, если мы говорим про то, что циркл более-менее зарегулированный, стейблкоин, у него из-за этого есть другие проблемы, сейчас разберем. То вот именно с тезером есть очень много вопросов. Объясняю. Тезер хранит свое обеспечение в облигациях федерального займа США. Что произойдет с тезером, если, например, какая-нибудь комиссия по ценнобумагам, либо какое-нибудь другое ведомство из США придет и скажет, а теперь мы считаем, что тезер это, ну, например, нелегальная компания и заблокирует все их банковские счета. А че так можно было, что ли? В этот момент, я думаю, тезер будет стоить примерно ноль. Просто потому, что у него не останется больше обеспечения. НЕУ, ГОДЬ! И вы можете сказать, ну, че за бред? Зачем в США приходить скамить тезер там и так далее? Но я вам скажу так, это риск, который вы должны учитывать, если вы держите тезер и должны адекватно просто к нему подходить. Я не говорю, что это случится. Я говорю именно про риски, которые вы берете на себя, когда пользуетесь стейблкоинами. Просто хочу, чтобы вы это адекватно осознавали. Когда все скамится, тогда уже поздно пить боржами. Просто вспоминаем пример с биржи FTX. Помните, такая была у нас в 2022 году? Вроде была хорошая биржа. В топ-5 по объему торгов входила или даже в топ-3. Очень много людей там торговало, в том числе из России. Потом в какой-то момент просто она берет и скамится, потому что биржа FTX оказалась, имела пирамидальную структуру, имела очень большое количество некачественных инвестиций и имела, как бы помягче сказать-то, не самых компетентных людей в управлении. Ну, собственно, благодаря тому, что ей руководили неопытные молодые люди, которые использовали деньги не по назначению, собственно, биржа и соскамилась. Здесь мы говорим даже не о том, что руководители Тезера, они там будут использовать пирамидальную структуру и вкладывать деньги в какие-то скамы. Но мы говорим о том, что риски того, что сюда придет правительство Соединенных Штатов, оно действительно есть. Да, кстати, друзья мои, раз уж мы с вами заговорили про биржу, как вы помните, я вам рекомендую пользоваться только проверенными надежными биржами. Одной из таких бирж является биржа OKX. Ссылка на регистрацию находится под этим видео. Биржа OKX входит в топ-3 по объему торгов. У нее 15 миллиардов подтвержденного обеспечения, прогрессивные торговые движки и полный торговый функционал, которого может потребоваться. Переходите по ссылке под этим видео, создавайте аккаунт на бирже OKX, забирайте бонусы до 60 тысяч долларов от нашего проекта. Все подробности по ссылке под видео. Итак, продолжаем. Следующие проблемы, которые у нас могут случиться со стейблкоинами, это второй пул проблем, это проблемы с обеспечением. Помните, да, мы сказали с вами про FTX, пирамида, некачественные инвестиции и так далее. Здесь может быть то же самое. То есть откуда мы знаем, вот Тезер нам предоставляет данные, то что у него 80% это краткосрочные бумаги и кэш. Окей, 80%, а 20% где? Ну, да, конечно, мы знаем. То есть 20% это какая-то муть. И по сути что получается? Вот мы берем с вами всю эмиссию Тезера. Давайте просто для ровных чисел там повозьмем 100 миллиардов долларов, да, например. Получается, что у нас 80% вкладчиков, они обеспечены деньгами, а 20% нет. И что произойдет, если у нас люди резко решат выдернуть деньги с Тезера? Ну, может произойти не самая приятная ситуация, в которой, опять же, из-за неправильной работы алгоритмов, либо из-за потери какого-то обеспечения в моменте, Тезер просто начнет скатываться на дно. Я свое отбоялся, отплакался, отбоялся, вообще похуйю. Опять же, этот момент просто вам нужно иметь в виду, у USDC таких проблем, естественно, меньше. Следующий пул проблем. Третий. Он вытекает уже непосредственно из самого обеспечения, которое, опять же, закреплено за Соединенными Штатами Америки, как правило, во всех стейблкоинах. Вспоминаем. Март 2023 года. Стейблкоин USDC. Помните, был такой банковский кризис, в котором банк Silicon Valley, кажется, он назывался, начал скамиться. Ну, то есть там начались какие-то проблемы с обеспечением. Это просто обычный региональный американский банк, у которого как раз-таки хранилось обеспечение стейблкоина USDC. Открывайте график USDC и смотрите, по-моему, он процентов на 15 в эти дни проседал, то есть отвязывался от курса к доллару. И, естественно, когда мы говорим с вами про стейблкоин, мы должны понимать то, что в Америке сейчас надвигается банковский кризис. Если вы сейчас откроете любой там журнал экономический, то вы увидите, у этого банка проблемы, у этого банка проблемы. Хьюстон, у нас проблема. Вкладчики забирают деньги, соответственно, хедж-фонды стремятся избавиться от этих банков, от ненужных активов, их акции летят еще дальше вниз, они банкротятся. И если в какой-то момент мы с вами столкнемся с такой ситуацией, что американские банки, ну вот, совсем будут трещать по швам, то, вероятно, это затронет и стейблкоины, потому что основное их обеспечение как раз-таки хранится в американских банках. Я реально прихерел. Просто имейте этот момент в виду. Опять же, не говорю, что это 100% произойдет. Моя задача в рамках этого видео, вот, просто донести до вас мысль и научить вас критические мысли, чтобы вы не думали, что стейблкоин – это круто, классно, надежно и так далее. Следующий вид проблем, который может у нас возникнуть, четвертый тип – это проблемы с алгоритмами. Мы с вами понимаем то, что эмиссия стейблкоинов, она контролируется, как правило, именно торговыми алгоритмами. Например, у людей есть запрос на Тезер. Тезер выпускает USDT и дальше, соответственно, под эти USDT уже покупает, там, облигации федерального займа, либо просто берет кэш к себе на счетах. Что произойдет, если произойдет какой-нибудь торговый сбой в этом самом алгоритме? Ну, например, Тезер захочет резко продать свое обеспечение. Либо произойдет какая-то неадекватная эмиссия Тезер. Ну, вот просто собьется торговый алгоритм и выпустится лишних, там, 10 миллиардов Тезеров условно. А может быть, 100 миллиардов. Мы же с вами не знаем, у нас нет доступа к этому алгоритму. И мы не понимаем, кто его программировал, как обеспечивать своего безопасности и так далее. Конечно, тут можно сказать, блин, но Тезер существует 10 лет. Не было там никаких проблем с алгоритмами. Ну, во-первых, насколько я помню, проблемы с алгоритмами там были, как и были некоторые отвязки в моменте от доллара. Но, опять же, я здесь вам говорю просто про те риски, которые мы потенциально имеем с вами, находясь в стейблкоинах. Ну, и пятый вид рисков, он связан больше с всякими разными мутными делами. Но, на самом деле, даже если вы являетесь обычным человеком, тоже может вас задеть. Это блокировки конкретных адресов и блокировки конкретных транзакций. Сам лично с этим сталкивался. Причем этим страдают и Тезер, и Циркл. Как это все происходит? Вы покупаете крипту в каком-то обменнике. Понятно, что если вы пользуетесь там P2P сервисами на бирже, либо берете у каких-то проверенных людей, шансов на это попасться меньше. Но, допустим, вы пришли в какой-то обменник, купили себе Тезеры. И выяснилось, что эти Тезеры по цепочке транзакций были связаны с каким-то криминалом, терроризмом, отмыванием денег, наркотиков, либо еще чем-то подобным. И когда ваши Тезеры начинают светиться в блокчейне, вам могут просто заблокировать транзакции. Если вы попробуете эти Тезеры завести на биржу, вам просто заблокируют аккаунт на бирже. Пиздец. Не просто заблокируют, все будет очень сложно у вас, потому что вам нужно будет заниматься разблокировкой аккаунта. Но здесь ключевая суть-то какая, то что когда вы взаимодействуете с стейблкоинами, вы должны помимо того, что пользоваться самими этими стейблкоинами, еще уметь проверять их на то, чтобы это были действительно белые активы, с которыми у вас потом не будет проблем. А то вы нагрузите себе стейбл на кошелек, а потом выяснится то, что вас приравняют к какой-нибудь террористической ячейке. Оно вам надо? Нет. Есть специальные сервисы для проверки, они называются ML-сервисы, кстати, на бирже OKX, которую мы с вами уже упоминали, есть как раз-таки сервис для проверки криптовалюты на ее добропорядочность, давайте это так назовем. Я вам ссылочку оставлю под этим видео, ну и на бирже OKX, я вам уже говорил, ссылка на саму находится также под этим роликом. Вы мне, конечно, можете в комментариях возразить, не, ну это какая-то паранойя, этого точно не будет. Ты дурак что ли, эй? Да, кстати, друзья мои, если у вас есть обратная связь по этому видео, обязательно пишите ее в комментариях, поставьте лайк, это важно для меня, это важно для алгоритмов Ютуба, чтобы видео продвигалось. Но фишка здесь какая? То, что это не паранойя, это здравый смысл и риск менеджмент. Да, мы понимаем то, что вероятность того, что я описал, она может быть даже менее 1%. Но эта вероятность, она не нулевая, и это то, что вы должны адекватно понимать. Давайте разберемся, что будет в случае скама стейблкоинов, несколько вариантов, и как обезопасить себя от краха стейблкоинов. Поехали. Вариант номер раз. У нас с вами скамится один стейблкоин. Ну, допустим, как это было с USDC, когда он отвязался от доллара, когда все начали панически его продавать, были проблемы с вот этим банком Silicon Valley, произошла следующая ситуация. Просто люди начали массово скупать тезер. То есть у нас, получается, тезер стал стоить по отношению к доллару дороже, а USDC, наоборот, отвязался вниз и стал стоить, соответственно, дешевле. Это если мы говорим про скам одного стейблкоина, но если скамится два стейблкоина, что делать? Ну, давайте представим то, что у нас идет в США, например, банковский кризис, банки рушатся, мы понимаем то, что стейблкоины теряют свое обеспечение из-за того, что там какие-то банки разоряются, счета блокируются и все, что с ним связано. Что делать дальше? Я думаю то, что, во-первых, эта ситуация достаточно реальна, когда мы видим скам двух стейблкоинов, и, во-вторых, если это произойдет, то, скорее всего, просто появятся какие-то новые стейблкоины. Вполне вероятно, это будет что-то типа CBDC, то есть это крипта, которая будет полностью контролироваться государством. Нам пиздец. Здесь это дискуссионный момент, вы можете со мной согласиться, вы можете со мной не согласиться, но так или иначе, если два стейблкоина соскамятся, куда все люди побегут? То есть как вообще будет происходить скам? Вы должны понимать, как устроен биржевой стакан для этого. Допустим, у вас есть стейблкоины, вы видите то, что американские банки рушатся. Что вы делаете? Правильно, вы избавляетесь от стейблкоины. Как вы можете от него избавиться? Ну, вряд ли у вас будет время побежать там в какой-то физический обменник, да, и поменять их. Вы просто не успеете это сделать. Скорее всего, вы зайдете на биржу и попытаетесь обменять свои стейблы хоть на что-то. На альты, на битки, да что угодно, просто чтобы избавиться от стейблов. И в этой ситуации, скорее всего, у нас как раз-таки крипта будет пользоваться гораздо большим спросом. Крипта имеется в виду битки, эфиры там и прочие щеточки. Гораздо большим спросом, чем сами стейблкоины. И в этой ситуации, если у нас скамятся два стейблкона, я думаю, что будет расти вся крипта, в принципе, по отношению к доллару в том числе. Да, в моменте мы можем увидеть просадку к реальным деньгам, но так или иначе, вся эта история будет восстанавливаться и приходить к какому-то своему финальному виду. Можем ли мы с вами обезопаситься от краха стейблкоинов и что делать рядовому криптону, чтобы не потерять свои кровно нажитые на стейблкоинах? Ну, это, конечно, будет крайне неприятно прийти в крипту для того, чтобы укататься на щитках, а потерять в итоге на стейблах. Просто идеальная ловушка! Первый способ — это, конечно же, диверсификация. То есть банально храните половину USDT, половину USDC. Если хотя бы один заскамится, то 50% у вас останется. А за счет того, что люди массово побегут из одного стейбла в другой, возможно, вы даже потеряете там не 50%, а чуть меньше. Ну, скажем, процентов 35-40. Следующий момент — это держать наличку или счет в банке. Как бы это ни было, вам неудобно. Но если вы оперируете значимыми суммами денег... Понятно, что у каждого эти суммы будут свои. Давайте скажем, что если вы оперируете там больше, чем 10-20-30 тысяч долларов, я бы уже подзаморочился. То есть, грубо говоря, если вы держите стейблкоин для того, чтобы купить крипту на бирже в лимитных ордерах, это окей. Но если вы держите стейблкоины просто для того, чтобы постоянно ими рассчитываться, вот это уже сомнительная история. То есть я действительно знаю людей, кто постоянно пользуется стейблами, причем держит их в больших количествах на кошельках, именно в большом количестве относительно своего капитала. Но люди совершенно не думают о том, что все-таки стейблкоины — это не физическая валюта, это не фиатные деньги и это даже не деньги в банке. Это именно стейблкоины. И у них есть все те риски, которые мы с вами сегодня описали. Мы даже не берем с вами риск с того, что доллар США потеряет статус мировой резервной валюты, США объявит дефолт и так далее. Я, кстати, до сих пор как-то не очень в это верю. Мы с вами говорим про то, что все-таки стейблкоины — это цифровые фантики. Давайте будем говорить прямо. Ты что, с ума сошел? Ну и третий момент, как вы можете обезопасить себя, это покупать биткоин и альты и постоянно держать их в своем портфеле. То есть в данной ситуации биткоины и альты — это хедж риска по стейблкоинам. Я понимаю то, что далеко не все мои зрители могут понять сейчас словосочетание хедж риска по стейблкоинам. Сложно, сложно, блядь, сложно. Те, кто уже немножко в теме, понимают, о чем я и понимают, как это работает. Когда вы сидите полностью в стейблкоинах, вы полностью завязаны на стейблах. Если вы сидите в биткоине, вы завязаны хотя бы не на централизованной организации, а на майнерах. И да, в моменте вы можете получить просадку, не будем этого отрицать, но на длительной дистанции, скорее всего, биткоин все-таки будет расти. Ну а сейчас, друзья мои, если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. Не забывайте поставить лайк под это видео, подписаться на канал, для того, чтобы алгоритмы Ютуба рекомендовали вам дальше видео с этого канала. И оставляем вам вот здесь полезнейшие видео, которые рекомендую посмотреть, если вы увлекаетесь темой крипты. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok